Здравствуйте, дорогие наши зрители! Пришло время поговорить о рязанских делах и событиях. Разумеется, мы не только поговорим, а и все покажем, а вот уж выводы делать будет каждый свои, поскольку навязывать личное мнение – последнее дело. Итак, коротко о главном сегодня. Как живете, старики? Сегодня мир отмечает День пожилого человека. Проверим всех. Рязанский губернатор дал поручение выяснить все обстоятельства, случившегося на прошлой неделе ЧП с питьевой водой. Вижу и слышу, в Рязанском госуниверситете в День переводчика прошли прямые мосты, в том числе с дальним зарубежьем. Ну а теперь приступим. Дорожная трагедия произошла вчера утром в Пронском районе в 7 утра на 56-м километре дороги Рязань-Пронск-Скопино лоб в лоб сошлись две легковушки. Кто был виноват, понятное дело, полицейские разберутся. Но суть даже не в этом. В результате аварии погибло несколько человек. В одном из автомобилей чудом уцелел ребенок. Губернатор Олег Ковалев поручил тщательно разобраться в обстоятельствах автотрагедии и провести расследование ее причин. Также начальник области призвал ответственных лиц активизировать работу по оборудованию дорожных зон специальными приборами, что позволит четко отслеживать на трассе соблюдение скоростного режима. Надо сказать, что рязанский губернатор со своими заявлениями на заседание областного правительства стал настоящим ньюсмейкером, поскольку это были начальственные поручения в связи с наиболее острыми рязанскими темами. Так глава региона потребовал четко отследить хронологию недавнего водного триллера, когда в квартирах из водопроводных кранов на рязанцев пахнуло в прямом смысле слова неземной нечистью. Ссылка экспертов тогда была на некую водоросль, вступившую в контакт с химией водоочистки. Надо исключить подобные происшествия, и такова была суть губернаторского требования. Тем более, что первые известия о неприятном запахе были получены на прошлой неделе как раз накануне заседания правительства. Однако об этом случае на оперативном совещании никто не доложил. Комиссия должна четко отследить хронологию происшествия и действия должностных лиц, правильность действия должностных лиц по соблюдению регламентов, в том числе по оповещению. Причем регламентов не только внутренних, там водоканаловских, но регламентов, которые связаны с ликвидацией и предупреждением чрезвычайных ситуаций в первую очередь. Кроме того, на вчерашней встрече в рязанских правительственных верхах Олег Ковалев поручил проверить всех должностных лиц региона, а также их домочадцев на предмет соподчиненности и аффилированности с частным бизнесом. То есть у одних денежные дела делишки, а у других в руках власть. И пошла работать машина по личному заработку в режиме наивысшего благоприятствования и приоритета. Прецеденты в регионе, к сожалению, были. Правоохранительными органами были выявлены связи родственников, чиновников с бизнесом и так далее. Естественно, вы помните, что приходилось принимать кадровые решения. Должностные лица уходили в отставку в связи с выявлением таких фактов. Задача состоит в том, чтобы максимально исключить саму возможность создания коррупционных схем. Добавим, что проверка, по словам главы региона, будет приурочена к предстоящей подаче налоговых деклараций. О налоговых декларациях речь еще впереди, а пока надо сказать. У нас, где власть, там и бизнес рядышком, и наоборот тоже. Это наша действительность, и разбить такой тандем вряд ли возможно. Да и в парламентах через одного, если не олигарх, то крупный делец, это уж точно. Да уже и не через одного, наверное. Двигаемся дальше по первому дню октября в Рязани. Сегодня у нас, как и во всей России, матушки и в мире День пожилого человека. Что касается официальных мероприятий, то они были как-нибудь. Но мы все-таки решили у самих наших пенсионеров поинтересоваться. А как дела? Какие трудности? В чем главная тягота жизни? Ну и так далее. Снимали опрос буквально в течение 15 минут. Специальных ответов не искали, отбор не проводили. Да вы и сами увидите. Настоящую искренность не сыграешь. Она либо есть, либо ее нет. Вот они, наши пенсионеры. Вот скажите, пожалуйста, как вам у нас в стране вообще живется сейчас? Дочка, а что сказать? Как живется? Да неплохо живется. Вот так. А проблема какая-нибудь самая основная? Моя проблема, что это здоровье. Я больная и старая. Мне 85 лет. Сердце больное, печень больной, суставы больные. Вся больная. Вы знаете, я не скажу, что слишком плохо, но терпимо. Жить можно. Пока можно. Хотя все подорожало. Намного особенно мясные продукты, куры, да. Вот. Но пока терпимо. Пока еще можно терпеть. Лично мне дочка очень хорошо. Я живу с детьми, зять, дочка, два внука. У меня очень хорошо живут. Плохо. Почему? Как почему? Потому что не хватает денег на лекарства, да на квартиру, да на питание. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как пожилым людям сейчас живется? Я не знаю, как, а мне хорошо. Я шахтер, я не здешняя. Так что нормально живу. Спасибо. Дочери, все две замужем, сын работает, внуки, институты покучают. И мне всем правнуков. Так что я в Костромской области. Я нормально живу. Еще один праздник, набирающий все большую популярность, это День переводчика. Отмечается он в память о святом Иерониме, жившем в самом начале нашей эры. Этот легендарный человек первым перевел на латинский язык Библию, а потому и считается покровителем всех переводчиков мира. В Рязанском государственном университете этот день отметили креативно. Не только посидели, поговорили на нескольких языках, а и прямые телемосты провели, в том числе с дальним зарубежием. В конференц-зале Рязанского госуниверситета имени Есенина во время празднования Международного дня переводчиков звучали песни, стихи на иностранных языках. Профессия толмача, как ее называли в Средневековье, пожалуй, и сейчас остается важнейшей не только в межгосударственном, но и общечеловеческом общении. Нынешний профессиональный праздник совпал с 10-летним юбилеем кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации РГУ. Самое главное для нас, что участвуют в этом празднике все студенты, причем не просто как зрители, но и как переводчики, пробующие себя в этом непростом ремесле. Видеопоздравления через сеть интернет прислали лингвисты Ярославского университета переводчиков, а также основатель школы художественного перевода РГУ Яков Моисеевич Колкер, который сейчас находится в Китае. Оттуда известный рязанский профессор обратился к студентам, прочитал им свои переводы с английского. А далее на праздничном вечере звучали переводы иностранных произведений, сделанные преподавателями и студентами Института иностранных языков при Рязанском госуниверситете. Теперь о подаче налоговых деклараций, о чем мы сегодня уже вскользь упомянули. Сейчас народ проложил дорогу торнами в налоговые органы. Интересуются, что там с перерасчетами, почему, как выражаются дети, тогда было так, а теперь так. Так, сегодня в программе небольшой просветительский материал на эту тему по просьбе трудящихся. Добрый день. Девушка, у меня вот такой вопрос. Мне налог пришел, да? По машине как бы все понятно, да? Но вот по имуществу у меня две квартиры, и я по ним налоги плачивала. Прошедшие как бы года я все вовремя плачу, но почему-то вот опять мне пришел налог. Ну, посмотрите, пожалуйста. Самые распространенные вопросы, которые задают налогоплательщики, связаны с тем, что в этом году в уведомлениях, полученных ими из налоговой службы, указаны суммы начисления за последние три года. В первую очередь необходимо обратить внимание на уведомления, которые были вам направлены. В случае, если за этот период вы свой долг перед государством оплатили, то в интересующей вас графе будут стоять нули. Впервые в этом году у нас была техническая возможность провести суммарную инвентаризационную стоимость по объектам налогообложений, находящимся на территории разных районов города Рязани. В соответствии с законодательством у нас применяется ставка в отношении именно суммарной инвентаризационной стоимости. Естественно, что если у вас один объект в одном районе города Рязани, другой в другом районе, то применялась минимальная ставка, а сейчас при суммировании получается, что у нас уже другая ставка. Соответственно, сумма налогов в доплате возрастает. Если внимательно посмотреть уведомления, я призываю как раз рязанцев, все-таки первое, что сделать, это посмотреть уведомления. То будет видно очень хорошо, что та сумма, которая ранее уплачивалась, она в любом случае здесь учитывается. И сумма к доплате будет только та разница, которая возникла. В любом случае, получив уведомления от налоговой службы и обнаружив там не совсем те цифры, которые ожидали, не паникуйте. На все интересующие вас вопросы ответят специалисты. На крайний случай в управлении имеется специальный бокс, в котором вы всегда сможете оставить свои заявления. Ответ поступит в ближайшее время. Ну, так вот у нас в программе сегодня получилось, что праздники и проблемы перемешались в одном эфире. Настало время опять говорить о торжестве. В областной филармонии сегодня поздравляли учителей. У них, наших дорогих и любимых, в это воскресенье тоже профессиональный праздник. Один из самых важных октябрьских праздников отмечается 5 октября. И, конечно же, это День Учителя. Этот замечательный праздник возник еще в Советском Союзе и по сей день отмечается во всех учебных заведениях. А в преддверии Дня Учителя в городе проходят торжественные мероприятия. Сегодня в Рязанской областной филармонии чествовали представителей одной из самых благородных профессий. День Учителя в России – это по-настоящему общенародный, национальный праздник, потому что каждый из нас связан со школой, с учебным заведением. Мы сегодня говорим о тех людях, которые отдают частичку души, свои знания, опыт, силу, отдают тем, кто нуждается в этом. И в ком нуждается государство. Оно нуждается в очень квалифицированных специалистах, патриотах, людей с высокой душевной организацией, людей нравственных. И школа способствует этому. Ветераны системы образования, начинающие учителям, педагоги города. 66 педагогов были награждены ведомственными наградами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования Рязанской области, Управление образованием и молодежной политики города Рязани, а также почетными грамотами, ценными подарками, благодарностями Рязанской городской думы и администрации города. Также в рамках мероприятия участвовали 55 молодых педагогов, работников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования детей, закончивших в этом году средние профессиональные и высшие учебные заведения и пришедших работать в образовательные учреждения города. А коллективы Рязанского дворца молодежи подарили педагогам свое творчество. Несомненно, профессия учителя – одна из самых уважаемых, почетных и ответственных. Можно сказать, что учитель создает будущее страны, так как от его труда во многом зависят знания молодого поколения, его убеждения, мировоззрения, нравственные качества. Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и обучением могут заниматься только люди со склонностью и любовью к этому делу. И, конечно, нашему городу есть чем и кем гордиться, а подрастающее поколение может быть уверено, что ему подадут только хороший пример. Далее в программе материал, снятый при поддержке полиции. Правоохранители пресекли работу, как в старину говорили, спиртоносов, изъяв незаконного алкоголя в немалом элитраже. Рязанские полицейские посетили с самым что ни на есть официальным визитом один из магазинчиков на улице Третьей Бутырки. Посетили, да и изъяли в ходе проверочной закупки 70 литров контрафактного алкоголя. Цвета на половине образцов у нас имеется нижняя полоса, которая полностью просто серебристая, а должна переливаться. В данном магазине было изъято 69 литров алкогольной продукции, также со специальными федеральными марками акцизного сбора, имеющими признаками подделки. Продавать уж, извините, паленую водку много ума не нужно. А ведь от такого пойла и помереть недолго. Это дело серьезное. И сколько уже интересно отравлений на счету хотя бы одного этого предпринимателя. Ответит ли безответственный и бессовестный, возможно, что только штрафом отделается. А может, все-таки и посерьезнее будет наказание. А то штрафы для этих деляг – так, семечки. Продолжает наш эфир грустное известие. Скончался почетный ветеран пожарной охраны Михаил Иванович Шабуров. Человек, посвятивший всю свою жизнь становлению и развитию пожарного дела на Рязанской земле. С 93-го года и по началу этого века Михаил Иванович возглавлял областное управление Государственной противопожарной службы. А после ухода на пенсию занимался продвижением пожарного добровольчества в регионе и воспитанием молодого поколения огнеборцев. Гражданская панихида и траурная церемония прощания с Михаилом Ивановичем Шабуровым состоится завтра, 2 октября, с 9 до 11 утра в Рязанском дворце молодежи. На сегодня у нас все, однако через короткое время встретимся вновь в студии программы подробностей. У нас в гостях будет доктор медицинских наук, главный врач областного кардиодиспансера Дмитрий Ракита. Речь, разумеется, пойдет о сердце, которому так нужен покой, а также режим и при необходимости своевременное лечение. Так что до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин